Попытки заменить в России рестораны Макдональдс на пародию под названием «Вкусно и точка» похоже потерпели сокрушительная фиаско. Сразу после открытия новых ресторанов клиенты стали массово жаловаться на цены и качество продукции. Причем если поначалу людям было просто невкусно, то теперь клиенты стали находить в еде плесень и насекомых, что уже совершенно не лезет ни в какие ворота. Фотографии сюрпризов возмущенные посетители стали выкладывать в соцсетях. К примеру, в Москве молодой человек обнаружил в пакетике с картошкой фри таракана, а другой москвич заснял, как привезенные в ресторан булочки для бургеров расклевывают вороны, прилетевшие с ближайшей мусорной свалки. Открыть фастфуд с готовым персоналом и всем необходимым оборудованием несложно. Гораздо сложнее поддерживать его работу на должном уровне. Особенно, когда речь идет о Макдональдсе, который не зря славится во всем мире высокими стандартами и грамотной организацией рабочих процессов. Конечно же, соответствовать этому уровню российские бизнесмены не смогли, что и было понятно с самого начала. В результате от былого Макдональдса остались только приятные воспоминания, а на смену американскому ресторану пришла типично русская забегаловка. Как вы уже поняли, дела с импортозамещением в России идут не очень. Оказалось, что даже картошку фри не смогли приготовить без тараканов. Хотя, казалось бы, что может быть проще картошки фри? Что уж тогда говорить о замещении высоких технологий? О каком технологическом суверенитете бредят в правительстве, если в ресторан не могут доставить соус и свежий хлеб? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok